Девушки отдыхают 132 метра, да, вот только что появился результат Томас Моргенштерн наелся уже этих 90-х мест Ну, вы видите первого автора его побед Ныне буратора, технического директора Австрийской сборной Тони Науэра Который часто, он вхож на тренерскую биржу Он туда поднимается, но процесс не вмешивается так Только иногда кто-то корректирует Но в целом, конечно, непосредственно прыгунами занимается Александр Пойнтнер Ну и, соответственно, шишки на него и Лавры тоже ему Алекс доволен Новый лидер, конечно же, Томми Личные очки Ну, опять же, он очень техничный прыгун Он очень эстетично работает И доволен Вольган Флойцель Всегда, опять же, как и Шмидт, переживающий за команду И являющийся в лучших своих прыжках С эминтирующим звеном Ну, так же, как и для российской сборной Дмитрия Васильевна Достойно, хотя хотелось лучшего На подиум, понятное дело, во второй раз подряд Дмитрий не шел Объективно говоря Это чувствовалось сегодня с самой первой попытки Но хотелось, чтобы было за 130 Напоминаем болельщикам гонок лыжных Так что после этой трансляции сразу же будет спринт Коньковым ходом на турбиски у мужчин и у женщин Убирает взглядом огненным Вольганштайр Дмитрия Васильева Долго-долго мучаются судьи с оценками Но выставляет их достаточно щедро И Васильев остается в десятке сильнейших Только меняется местами с Томасом Так что достойное, еще одно достойное выступление Десятки сильнейших общего зачета И на отдельных этапах Дмитрий закрепился Это его место на сегодняшний день Место среди 10 лучших прыгунов мира Кто бы сказал, что это не супер достижение Масса запорол вторую попытку Что такое опять появилось? То, что вроде бы исчезло, что было У Мати Халтамяки, к сожалению, за последние годы Мы это наблюдали не раз То есть отсутствие ровных двух попыток Да, конечно, здесь мешает движение воздуха И, конечно, погодные условия не самые приятные Достаются и Васильеву, и Халтамяки Но даже если это все учесть Все равно несколько метров он проиграл У Мати Халтамяки потеснится, конечно же И Васильеву, конечно же, пропустят Так что Дмитрий получает обратно свое девятое место Которое было после первого прыжка сегодняшнего дня Ну и действительно специалисты понимают прекрасно Что прыжок Моргенштерна был на заглядение Ходят, поздравляют Морги по-прежнему лидер Мартин Кох Три австрийца Будут сегодня бороться за титул Кох выдержал Отдержался, как говорят в спорте Вообще крепкого характера спортсмен И заслуживает место в четверке стартовой Командных соревнований На всех крупнейших турнирах Как и чемпионат мира, который пройдет в Либеридсе Но понятно, что он не лучше Дойцеля Он не лучше Шлиренсауэра В принципе, вот на сегодняшний день Команда выглядит такой Опытный, титулованный Лойцер Шлиренсауэр Кох и Моргенштерн Как они в десятки идут сегодня Так они, по идее, если они удержат форму до февраля И должны выступать на мире Мартин Кофф Новый лидер Морги Дурачится, отдавая эстафету Передавая свои полномочия лидерские И своему товарищу по команде Очень раскрепощенная атмосфера Всегда была Это один из главных ключей к успеху Очень спаянная команда Сборная Австрии Отличный разгон для такого Тела для таких физических данных И завершение соответствующей Новый лидер общего зачета По итогам двух прыжков Сегодняшнего дня Это Лидер сборной Финляндии На сегодняшний день Харик Поли Есть чехарда Безусловно, уход Великого Яна Ахонена Абсолютного рекордсмена По количеству побед На турне четырех трамплинов И ход нового тренера До этого Достаточно долгие тренеры Предыдущим молодым специалистам Пока это все Выровняется Пока это все уляжется Я думаю, что этот сезон По крайней мере будет Ну что ж, уже немало Событий, которые заставляли нас Затаить дыхание Произошло Но сейчас все-таки Самое главное Шла пятерка сильнейший Грегор Шлиренцауэр Проигрывает лидеру 1,3 балла Вчера казалось, что он пойдет К победе на этом этапе Рекордсмен трамплина 141 метр у него в активе Сейчас в район 130-метровой отметки Но он понимает, что Мало кто способен Даже на такое Он уступает дистанцию Моргенштерн На второй попытке Уступает Харри Олли И Олли он пропускает И у нас всего Одно очко было между ними Если округлить Но с другой стороны Нет, получается такой Обмен Если учесть первую попытку Ждем судей Перевед всегда Хорошие баллы ставят щедро Второй Второй, несмотря на то Что были и по 19 баллов Олли продвигается О подиуме говорить еще очень рано Например, обладатель Звания победителя позапрошлого года Тогда совсем мальчишки соревновались Вы помните За этот титул Шлири и Андрес Якобсона И Якобсон в итоге выдержал Это адское напряжение Хотя вы помните Как все шло у него По нисходящей Но он все-таки удержался Но сегодня не получается Сегодня даже в рамках Одного турнира Но нужно учесть Опять же форму Нужно учесть Какой старт у него был В нынешнем сезоне И лишь одна Выдающаяся попытка В результате получилась У Андреса Якобсона Ну тут, конечно, видно Видно, что треплет боковой ветер Здесь вот так он Именно и разворачивает спортсменов Вы видели это уже на примере Мучительной квалификации И Якобсен пропускает даже А что, собственно, так счастлив Мика Каенковски Чем он, собственно говоря, доволен Орвежец единственный В десятке сильнейших И тот отдал столько мест Сразу Чуть-чуть И хватило Дмитрию Васильеву Да нет, чуть-чуть, на самом деле Просвет достаточно заметный Мартин Шмидт И обратили внимание Даже российские флаги И славянские Поддержку Мартина Шмидта Это мегазвезда для всех Это Великий прыгун Это как Прима какой-то оперной сцены Отличный разгон Держи Ай-яй-яй-яй-яй Вы видели, что на выходе В финальную фазу Ушли лыжи Задуло Ушли лыжи И раскрылся Шмидт Потом Собрался снова Но что было толку Поезд ушел 11 метров Проиграл самому себе Частично Это погода и невезение Частично, увы Наверное, перегорел Главное, чтобы это не засело Если это засядет Если это начнет мучить Если это начнет заставлять Анализировать Прокручивать снова и снова В памяти Могут появиться опять Вот эти симптомы Нестабильности И все немецкие Специалисты Переживают Независимо от того С какой сборной Они работают Харри Олли Продолжает двигаться И уже взобрался На подиум Вот вам и на Пех Да, обидно Обидно За Мартина Которому только сейчас Поставили оценки Оценки эти Подняли его повыше Чем Дмитрия Васильева Но все равно Это, конечно, жгучее разочарование Вольвен Глотцель Вот человек С остальными канатами Вместо нервов Я думаю, что он сейчас Это должен быть Отличная скорость И смотрите, что творит О-ля-ля Под 140 Вот вам И ответ Каков на сегодняшний день Вольвен Глотцель Он на подиуме Он претендент На общий подиум Турной четырех трамплинов Не всякого сомнения Блестящая стабильность Наконец-то судьба Возвращает ему то Чего он давно заслуживал Человек, который Все делал для команды А тем не менее Не всегда попадал В ее основу Из-за напряженной конкуренции Из-за длинной скамейки Запасных В этом году С самого первого этапа Кубка мира Показывает результаты На заглядение Более стабильные Чем у многолетних лидеров Морги и Шлиренсауэра И остается лучшим Среди австрийцев И причем Со значительным перевесом Но Запас Симона Амана Должен хватить 7,4 Он выигрывал У Дойцы Осторожнее Александр Пойнтер В самом деле Нашего Шеф-тренера Можно вывести Из игры надолго Нокаутирующие Такие удары Потенциально Нанесил он воздуху Увереннейший прыжок Но опять же Аману для того Чтобы победить Достаточно прыгнуть Примерно На 134 На 133 Что ему Более чем доступно Это его территория Вице-рекордсмен Этого трамплина Можно так сказать Метра не хватило До рекорда Трамплина Первые попытки Лидер зачетов Всех Которые только есть На данный момент Прыгает То Выдает То Чего И ожидали То есть Он не делает Сейчас Не совершает Никаких подвигов Не делает Ничего сверху Естественно 134 134 134 Как раз Да Это на 6 метров Ближе Чем было В первые попытки Но Это стабильность Это качественный прыжок Оборонительная Вторая попытка У Амана Я уже в пятый раз Примерно Наблюдаю В этом сезоне Как он это делает И всякий раз Это рецепт успеха Ближе 130 Он не приземляется Даже если будет В полноге Отталкиваться Вот так выглядят Абсолютные Доминаторы Сезона Вот так это положено Мы видели это На примере Малыша В лучшие годы Шмидта А Томаса Моргенштерна В прошлом году Теперь настала Просто очередь Симона Амана Вот и все И никаких тут секретов А Нойцель Опять На подиум Но опять Не на вершину Опять Первая Победа Ускользает Или нет Нет Не ускользнуло Все-таки Перестраховался Симон Аман И Нойцель В своем Не пенсионерском Конечно возрасте Но тем не менее По 30 лет Наконец-то На вершине Пьедестала Почета Середина 90-х годов Человек С нами Ну не середина Со второй половины 90-х годов Он в сборной Ни одной победы На этапах Кубка мира Тем не менее Хотя сколько раз Он приближался До инфаркта Так меня доведете Говорит Лойцель А может быть Показывает Что в груди Его бьется Горячее сердце И вы видите Что сначала Свои австрийские Ребята Поносят его На плечах Ну а потом Надо полагать Настанет очередь Поздравлять И Тимона Амана Думаю Будем сегодня Счастлив Размочил Сухой Счет Дальше Дело Пойдет И еще Одна маленькая Сенсация Еще одна Неожиданность Потрясающий Совершенный Этап Подарили нам Сегодня Спортсмены Организаторы Ольга Лойцель Наконец-то Держивает Свою первую Кубковую Победу Ну а Симона Ман Конечно же Останется Лидером Общего зачета Турны Четырех Трамплинок А между Ними Свойцеля В сегодняшнем Старте Всего-навсего Два очка Даже меньше Вот какова Плотность Результатов Дмитрий Васильев Лучший Из россиян На девятом месте Сегодня Обжитая Вполне Территория Еще два Российских Спортсмена Попавшие В 38 Разместились На 21 Месте Илья Росляков И Денис Корнилов У которого Не удалась Вторая попытка Поступил На 28 Место